Оренбург единственный город в России, который закладывали трижды. Самая большая крепость в стране – место, где встретился Запад и Восток. Объединялись культуры и налаживались торговые связи. Миновые сделки осуществлялись на левом берегу реки Ик. Ярмарка достигала колоссальных размеров – до двух тысяч человек. Достаточно был большой такой торговый центр того времени, потому что находилось там около 300 лавок и 150 амбаров. Состоялось двух частей – внешний прямоугольник и внутренний. Внешнем торговали крупным товаром, скотом, а внутренним, соответственно, товаром более мелким. В отличие от минового двора, где торговля была сезонной, гостиный двор действовал круглый год. В Оренбург приезжали торговцы из Индии, Персии и Бухары. Ходят легенды, что в степях бывали даже купцы из Китая. Примечательный гостиный двор тем, что это было место торговли, специально для этого построенное, то есть место соединения двух культур, можно сказать, двух цивилизаций – европейской азиатской, потому что это легальная торговля здесь производилась. Жизнь в Оренбурге текла мирно и спокойно до осени 1773 года, когда всю губернию, а потом и всю Россию потрясла самая мощная в истории страны крестьянская война. Одна за другой Емельяну Пугачеву сдавались степные крепости. 5 октября началась блокада Оренбурга. Осада длилась почти полгода. Пугачевский бунт стал последней крупной смутой против российского государства на многие годы. Фильмы, книги, оперы, историю Пугачевского восстания запечатлел и Александр Пушкин. Айбург связан с десятками и других исторических личностей. Владимир Даль, Гавриил Державин, Николай Крамзин, Леопольд и Мстислав Ростроповичи, Юрий Гагарин. В его честь назван проспект, школа и, что особенно символично, аэропорт. Ключевое значение в истории областного центра сыграл и другой известный летчик Валерий Чкалов. Удовлетворить просьбу трудящихся о переименовании города Оренбурга в город Чкалов и Оренбургской области в Чкаловскую область. Он никогда не бывал в Оренбурге. Официально о переименовании заявили сами жители. Прежнее название городу и области вернулось лишь спустя 19 лет. Сейчас об этом периоде напоминает памятник на главной улице города. Именно набережная остается визитной карточкой степной столицы. Оказаться в другом континенте можно, пройдя мост через Урал, как и почти 300 лет назад Оренбург – ворота в Азию. Анастасия Синченкова, Владислав Горбунов. Новости дня.